Экономика США продолжает интенсивно восстанавливаться. Так главные индексы рынка вчера опять показали рост и новые исторические максимумы. А вот количество заявок на пособие по безработице в США наоборот пошло на спад. Хотя сегодня мы увидели, что уровень безработицы таки немного вырос на 0,2%. Это говорит о том, что сейчас нас ожидает небольшой спад по индексу доллара, и это повлияет на валютные пары, где в последнее время доминировала американская валюта. Однако такая реакция будет недолгой, и у США еще есть задел на новые максимумы. Главные индексы продолжают движение к историческим пикам. На вчерашних торгах индекс S&P500 прибавил 0,5%. Котировки этого индекса, в которые входят и технологии, и акции традиционных секторов, выросли больше всех и стоили уже 4320 пунктов. Исходя из текущей динамики в последних данных, индекс может еще немного вырасти после небольшой паузы или даже нисходящей коррекции. Поэтому эксперты больше уверены в диапазоне котировок от 4280 до 4360. Тем временем в сфере налогообложения крупнейших мировых компаний происходит настоящая революция. Эти изменения касаются в первую очередь гигантов интернета и технологий. Таких, например, как Apple, Google, Amazon, Facebook и других. Теперь компании-гиганты должны платить не менее 15% налога с прибыли именно в тех странах, в которых они эту прибыль зарабатывают, независимо от места регистрации. Именно от такой единой политики договорились след за большой семеркой еще 130 стран. Но вернемся к нашим прогнозам. Индекс доллара находится на максимальных уровнях с начала апреля. Понятно, что американскую валюту поддерживает сильный рост экономики США. Еще большие надежды доллар может возлагать на высокую инфляцию в США. Рост инфляции, в свою очередь, вызывает ожидания на повышение ставки Федеральной резервной системы. А пока же котировки индекса составляли 92.60. Предполагаемый торговый диапазон будет проходить в границах цен между 92.10 и 92.60. К слову, эксперты не исключают возможные откаты по доллару, который мы уже видим на графиках. А все это из-за более высокого уровня безработицы, чем это ожидалось ранее. Одновременно с этим доллар вырос вчера против канадца почти до максимума 21 июня. Пара USDCAD котировалась на уровне 1.2440. Однако уже сегодня, после публикации уровня безработицы в США, американский доллар немного сдал позиции, а канадец наверстал упущенное. На фоне последних событий эта валютная пара может торговаться на уровне 1.2350 и 1.2400, в зависимости от реакции участников на новые стадданы из США. А вот на криптовалютном рынке настоящее затишье. Стоимость биткоина уже второй день калибрится в узком ценовом диапазоне, чуть выше отметки 33 тысячи долларов. За это время не было никаких важных новостей, относящихся к теме криптовалют, поэтому и динамика торгов крайне низкая. С технической точки зрения биткоины не находятся в каком-либо тренде, так как уровня поддержки и сопротивления не достигнуты. Поэтому до публикации каких-либо важных новостей торги биткоина продолжатся в диапазоне от 32,5 тысячи до 34,5 тысяч долларов. Ну а теперь подведем итог. Рынок США вышел на закрытие недели на новых исторических максимумах. И это оказалось вполне закономерно, ведь вакцинация в США проведена успешно, волна ковида удерживается на низких уровнях, а экономика уверенно растет. Однако с другой стороны весь этот оптимизм уже заложен в текущие цены. А это значит, что при получении негатива от данных или новых сообщений о росте инфляции, рынок вполне способен показать сильную нисходящую коррекцию. И мы как раз ждем, когда наступит этот момент и обязательно вам сообщим об этом. Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Вы смотрели новость в информационном канале группы компании ИнстаФорекс и с вами была я Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и хороших выходных и жду вас на нашем канале в понедельник. До встречи!